всем привет сегодня у нас четверг я на очередной прогулке у нашего пролива сегодня вообще удивительно такая хорошая погода и вчера принципе такая была и на следующие дни вроде лето уже полностью наступило сейчас 22 в тени то есть очень тепло но не палящее солнце нет излишней жары вот и очень очень комфортно гулять очень комфортно люди вовсю купаются сейчас прошел первый пляж вот там по крайней мере дети ползает воде никаких проблем сейчас покажу вам вода прозрачная чистое ой да можно купаться вполне вполне можно купаться смотри какая чистая вода вот здесь не пляж здесь просто вот такое место видите да ну песчаное место он там скале садись песчаным периодически чередуется скалы и песочек скалы песочек это так сказать неофициальный пляж официальный там дальше и больше он полностью оборудован вот на камешек села такой вот там люди сзади ходят где-то наслаждаясь видами смотреть какие виды здесь он там напротив где стоит баржа вот это да там уже не первый месяц ведутся подземные работы значит сейчас прямо по домой практически где-то здесь вот будет вот здесь вот он где-то он там скорее всего проходит подземный туннель здесь будет проложена трасса продолжение трассы е4 международной трассы она сейчас проходит через центр города и если вам нужно вот я живу на севере си нужно через центр проехать на юг вот и как бы объехать никак не получается то есть скоростная трасса но все равно там стоят эти самые камеры которые фиксируют проезд и потом тебе приходит счет на оплату въезда типа въезда в город да ну соответственно и за выезд въезд выезд то есть если приезжать через центр и въезд и выезд и оплачиваешь там сумма не очень большая но все равно все равно кто часто ездит как бы это не очень интересны поэтому вот эта трасса будет проходить вот весь этот противоположный остров через этот остров на не помню не знаю еще не смотрел точно под землю все время будет идти там или выйдет наверх она вот но здесь тоннель точно будет и сзади меняет тоннель будет под землей тоже весь этот наш лес будет тоннель под землей потому что здесь эти самые заповедные места типа здесь ничего нельзя нарушать вот и мне будет очень удобно я вот прям рядом живу теперь я буду садиться в машину заезжать в этот тоннель прям в нашем районе и выезжать уже где-нибудь где мне надо там далеко на юге минуя под землей центр города вот это очень хорошо я думал бы бесплатный нас принципе все дороги бесплатный тоннель бесплатные и это будет очень удобно вот ну а сейчас это самое посижу он там люди на парусных лодках катаются здесь рядом клуб и там нас это не тренируется здесь одна из этих лодочных станций лодки уже все спустили они уже на воде давно вот я сейчас тут посижу и пойду пойду дальше еще потом где-нибудь присяду здесь мы наблюдаем рисунки детские тут написано дети блоки берри это район тут за озером и написано прекратите не бросайте мусор в воду я смотрю в принципе чисто я не вижу никакого мусора здесь все нормально ну так же видим на другом дереве другой рисунок из такой же надписью и там дальше я так чувствую тут на нескольких деревьев вот висеть такие рисуночки ну хорошая инициатива какие-то школьники или дошкольники рисовали и воспитатели могли написать дети борются за экологию молодцы дошел и до второго пляжа сейчас покажу что что у нас со спортивной площадкой ведь ее вроде бы и закончили а потом опять это здесь разобрали передвинули вот эту вот штуку почему-то передвинули не знаю хотя она и так неплохо стояла и сейчас чуваки вот видите там там мусорник установили это табличку что это спортивная площадка что-то еще бетонирует не знаю что может еще какой тренажер поставят хотя я не вижу новых тренажеров здесь еще вот работают поляки между прочим по-польски говорили между собой на этом пляже меньше купающихся совсем практически мало все-таки молодежь в основном тусуется на ближнем там им интереснее там вышка есть места всякие для спуска здесь свой район немножко другой район другая публика живет день сейчас в разгаре но июнь в швеции традиция что июнь июль август сентябрь до 4 месяца когда здесь все замирает и люди берут отпуска многие предприятия закрываются или работают не в полную силу и разъезжаются кто куда но сейчас в связи с коронавирусом люди отпуска берут но отдыхают уже здесь у себя на родине так сказать но на родине кто кто приезжий для них это вторая родина вот видите сидит например товарищ тени ему жарко там что-то делают наверное мусорник подземную устанавливают эти киоск уже во все работает стенки его покрасил он весь был разрисован граффити весь был разрисован сейчас все равно там черный чат на корябле вот и народ короче тусуется здесь не в испании не в греции как любишь делать не в италии вот они дома погода располагает конкретно здесь воды полно купаться мой вот план этого пляжа по час я иду здесь вот этот киоск вот пошел я у нас он оттуда он оттуда шел вот по этой дорожке шел потом зашел сюда вот тут раньше гриль плац был сейчас спортивная площадка строится и вот это подземные мусорники для разбора для раз этого раздельного собирания пласт металл патор бумага там туалеты туалеты эти самые переносные так сказать био 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 там все био там жидкости для рук дезинфицирующих чем все как положено старички приносит собой стулья они тут рядом это живут у всех домах скорее всего вышли отдыхают на природе я сейчас поднимусь сюда вперед потом заверну в лес и пройду по лесу в тенечке хотя и сегодня одел первый раз летнюю шапочку свою с дырочками не совсем не жарко очень даже хорошо голову не нагревают не припекают потому что принципе говорят солнце надо беречься это самое пенсионерам это как бы не полезно тем более загорать поэтому я щас жару буду ходить в летние специальные кепки это мой стандартный круг через кладбище через ближний дальний пляж и обратно или через стадион или через лес такой основной мой маршрут я замерял ровно пять километров дневная норма человека минимум пять километров но я естественно меняю и направление и маршруты есть у меня и подлиннее там 7 километров 8 километров такие прогулочные маршруты по разным другим направлениям но в нашем районе все стараюсь чтобы вдоль воды обязательно пройти любоваться видами разными это город это считается горн сплошные лесные зоны вокруг и начала так регулярно гулять как три года назад до этого когда работал я на работе проходил километров по 10 ногах мы плюс работал руками физически ну то есть я был сникере то есть плотник разум широкого профиля какое-то время около года полтора надо работал конкретно чисто по окнам и дверям особенно по окнам стеклопакеты то есть рамы целиком целиком оконная рама со стеклопакетом вот вдвоем с кем-нибудь зачастую нам приходилось передвигать и устанавливать двери этих законные проемы то есть поднимать а весу не дай боже приличный был поэтому можно сказать нагрузка была очень даже неплохая и после работы я приходил домой что хотелось надо сесть по-американски ноги вверху и балдеть вот но сейчас и не работаю несколько лет заслуженном отдыхе вот если я не буду гулять хотя бы то можно это мхом покрыться поэтому у меня ежедневная норма минимум 5 километров бегать я не бегаю что уже как бы дыхалками не позволяет бегать но бодро хожу по пересеченной местности вверх вниз по лесу сейчас просто иду по ровной дороге зайду в лес там будет уже немножко такая гористая местность сейчас я сверну и пойду через я смотрите какой качок турникмен я думаю вот это старый турникмен уже у него сил нет здоровый чувак конкретно накачанный молодец вот а я сейчас пойду он туда вверх в горку есть хорошая нагрузка анаэробные на дыхалку вот две чувихи одна одна очень стройная с красивыми формами а вторая что-то в два раза больше ее и это молодая не молодая они обе молодые это более стройно потащил это наверх похоже чтобы та жирок скинул лишний мне пришлось за ними идти так но сейчас пока говорить не буду а то это плохо не для дыхалки ну вот одолел я один подъем он оттуда шел у чуваки пошли вниз спускаться я иду дальше там вот еще один подъем похоже тут кто-то живет такое укромненькое место довольно таки хотя недалеко от дороги ну а пешеходки весной ладно не будем слишком любопытничать человек тут на нас самый бомжует скорее всего откуда приехал нелегально пусть живет такова его селяве а мы пойдем дальше тут любимое место людей которые тренируются на горных велосипедах они по этим коням скачут вот такая тропинка пробитые уже по этим камням они на своих горных велосипедах тренируется я тренируюсь на своих двоих вверх вниз надо под ноги смотри вчера я встретил змею прямо на этой тропинке лежала не уши и на змея я заснял даже на телефон когда это ролик буду делать если что ставлю здесь не забуду реальная змея такая здесь вы видите детей разного возраста даже очень совсем маленьких родители привели на обучение верховой езды на лошадях маленькие дети на маленьких лошадях побольше на больших лошадях вот их с маловец тоже приучают верховой езде такая традиция тут здесь мы наблюдаем группу здоровья для женщин они на травке занимаются специальными упражнениями на баланс работу разных нужных мышцов с левой стороны здесь мужики подкачиваются вот видите мужичку лет восемь снаряно качаются еще и вот тут другое упражнение делают так ну и вот здесь вы видите шведская молодежь вот прямо чисто шведская молодежь возвращается с прогулки вот видите какие как они красиво строим вот вот Субтитры делал DimaTorzok